Что вы скажете, если я заявлю, что от страха открытых пространств вы сможете избавиться за два дня, не прилагая практически никаких усилий? Вы мне не поверите, вы столько пытались это сделать, а это действительно так. Как это сделать, я вам расскажу. Все, что вам нужно, это четко выполнять очень несложную инструкцию. И через два дня вы забудете об своем страхе. А может быть он вам не мешает? А может вы с ним так и живете? Да, живете, но он очень мешает. И не только те, кто замыкается в своей комнате и боится вообще высунуться на улицу. Они уже понимают, что это клинические проявления. Эти люди обращаются к врачам. Хотя, в общем-то, бесполезно. А те люди, которые не очень сильно замечают подобное явление. Ведь проявление страха, оно самое разнообразное. Ведь вы можете сказать, мне не охота выходить на улицу. Мне лень, я лучше весь день пролежу дома. Я боюсь выходить на улицу. Вы найдете кучу причин, почему вы боитесь этого делать. Я ненавижу выходить на улицу. Вроде бы такие разные проявления. Нет. Это все одно и то же. Абсолютно. Почему? Да потому что наша память состоит из рефлекторных блоков, рефлекторных комплексов, которые содержат в себе боль. Точнее так, которые могут содержать в себе боль. А когда есть боль, наши эмоции все более и более становятся негативными. И значит, наш страх – это не страх перед улицей. Это страх, что сработает рефлекс на улице. И мы почувствуем боль. Мы не хотим эту боль. Именно ее мы от себя всячески отталкиваем. Мы придумываем кучу объяснений. Как нам кажется логично. На самом деле абсолютно нет. Так вот. Я уже сказал, что страх – это проявление наших рефлексов. Но наши рефлексы, они вроде бы как постоянные. Да, рефлексы постоянные. Но рефлексы – это электрический ток. Ток, идущий по нервам. И от того, сколько этого тока идет, зависит наше настроение, наши эмоции. Наши эмоции – это индикатор поступления электрического тока в мозг. Все. Больше ничего. И значит, в наших силах что сделать? Да сделать так, чтобы эта память, этот рефлекторный комплекс хорошо снабжался энергией. А это можно сделать? Да вполне. Это иногда даже удается психотерапевтам, психологам. А я вас научу, как это сделать легко, просто и самому. Запоминайте инструкцию. Все, что вам нужно, это зайти на сайт аудиокатерщиса. Взять, одеть наушники. И вспомнить свой страх. Что значит вспомнить свой страх? Это значит, что мы просто несколько раз проговорим о своем страхе. В данном случае мы говорим о страхе открытых пространств. То есть я боюсь открытых пространств. Я боюсь выходить на улицу. Мне страшно выходить из дома. Как угодно. Не повторяйте за мной. Я говорю, это мои слова. И они абсолютно безэмоциональны. Я не испытываю этих страхов. Вы, когда будете повторять, вы можете один раз повторить за мной. Но после нескольких повторов вы переиначите фразу. Вы сделаете ее своей. Вы будете говорить так, как говорите вы. Так, как вы обычно описываете это состояние. Я люблю сидеть дома. Я не хочу выходить на улицу. Я не люблю выходить на природу. Ваше. Только ваше. После того, как вы несколько раз это повторите, вы заметите, что вы стали испытывать физический дискомфорт. Именно физический. Где-то сдавило, где-то потянуло, где-то затошнило, где-то забилось. Это будет не настолько сильно. Если у вас нет клинических проявлений, то вы просите, просто заметите, что ваш страх возвращается. По большому счету, вам легко ведь вспомнить. Если я любого из вас попрошу, а вспомните свой страх. Не надо мне его рассказать, просто вспомните. И вы вспомните. И легко, очень легко вспомните. Вы испытаете эти ощущения. Все. От вас больше ничего не требуется. Вы испытали ощущения, и вы заикарили его на вот эту фразу. Эту фразу вы можете маленько переделать. Но ни в коем случае не добавляйте. То есть вы можете сказать, я не люблю выходить на улицу. Я ненавижу ходить на природу. Я не хочу выходить в город. Это все правда. Но вы таким образом расширяете список страхов, которые у вас есть. Наша память, ее можно сравнить с альбома с фотографиями. У нас есть фотографии цветные и фотографии черно-белые. С негативными эмоциями. Вот мы сейчас будем раскрашивать черно-белые фотографии и превращать их в фотографии в память с позитивным оттенком. Если мы берем одну фотографию, мы это сделаем быстро. Если мы начнем одновременно раскрашивать 20, 30, 40 фотографий. Да это растянется. А я вам пообещал, что вы за два дня, за два дня от своего страха избавитесь. Берем какой-то один конкретный страх. Все. Я не люблю выходить на улицу. Все. Эта фраза для вас будет единственной за все время, пока вы будете снимать этот страх. Дальше. Одевайте наушники. Вы почувствовали, что у вас появился дискомфорт. Вы надели наушники. Дальше от вас уже ничего не требуется. Вы просто можете сидеть. Вы можете в это время гулять по парку. Вы можете смотреть в окно. Но не надо никакой физической активности. И тем более не надо никакой активности умственной. Потому что мы работаем с памятью и переключение нашей памяти на другие процессы. Ну, в общем-то, ни к чему. Давайте сделаем сначала одно. Сеанс длится 1 час 47 минут. Я вам советую делать следующее. Вы повторяете эту свою фразу. Я не хочу выходить на улицу. Я не люблю выходить на улицу. Вы повторяете ее как можно чаще. В течение 70 минут. И вы заметите, что уже через час эта фраза стала... Ну, она перестала нести столь сильный негатив. Она стала намного легче переноситься. А может быть и вообще она стала для вас безразличной. Отлично. Но остается еще 37 минут сеанса. В это время я вам советую фразу не повторять. Потому что, возможно, вы вытащили все. Но лучше вот эти 37 минут мы оставим на то, чтобы аудиокатарсис полностью загладил ту проблему, которую вы своими воспоминаниями вытащили. Если этого не сделать, то вы будете вспоминать до следующего сеанса. А если не будете проводить следующий сеанс, то и там неделю можете вспоминать об этом страхе. Нас же мозг как устроил? Мы о чем-то вспомнили, а потом сутки песня может крутиться в голове. А зачем нам нужно, чтобы у нас крутился этот страх? Не надо. 70 минут мы повторяем фразу «Я не люблю выходить на улицу». И 37 минут мы просто думаем о чем-то своем, приятном, хорошем. Уже после первого сеанса вы почувствуете, что эта фраза уже не несет такого негатива. После второго сеанса чаще всего, вероятнее всего, вы вообще не вспомните. Вы будете говорить, а она не будет для вас вообще никак реагировать. Ну, можно сказать с точки зрения классической психологии, психотерапии, что вы избавились от своего страха. Видите? Да. Вот этих двух сеансов вам хватило, чтобы вы перестали использовать этот страх, чтобы вы перестали замечать этот страх. Но я вам предлагаю намного больше. Пройдите дальше сеанс. Пока вы не испытаете инсайт. Инсайт – это психологический термин. Его используют психологи, но они не понимают, что это такое. А это значит, что в этот момент данный рефляторный комплекс, данный снимок, участок нашей памяти, больше не снабжается болью вообще. Все энергопотребление идет только в позитивное. Огромное количество энергии. Это будет облегчение, физическое облегчение, как будто груз с плеч свалился. Это будет яркий свет, это будет звук усиливающийся, это будут запахи намного ярче. Вам захочется жить. Когда вы испытаете инсайт, во-первых, конечно, это значит, что все, этого страха у вас больше нет. Во-вторых, когда вы его испытаете, вы поймете, что жить можно именно в этом состоянии. Это состояние счастья. Его назвали инсайтом, что-то такое, вдруг, которое случится. А это не случается. Поймите, что это наше нормальное состояние. Абсолютно нормальное. И давайте в нем жить. Каждый раз, когда вы будете избавляться от своего страха, вы будете получать инсайт. И ваша жизнь будет все чаще и чаще именно вот такой вот, яркой и красочной. Мало того, что вы можете избавиться от своего страха, за два дня вы можете сделать это бесплатно. Зарегистрировавшись на сайте, пять дней аудиокатрисиса абсолютно бесплатны. За это время вы можете один-два страха избавиться. Более того, после этих пяти дней стоимость сеанса в суток аудиокатрисиса стоит от 40 до 100 рублей. Это зависит от того, какой абонемент. Все. То есть максимум за 300 рублей, 200, 300 рублей вы можете избавиться от страха, который вас всю жизнь беспокоил. Это кайф. Это, поверьте, это настолько облегчает вашу жизнь. Вам становится легче жить. Вы захотите выходить на улицу, вы захотите ездить на море, ходить в лес, бывать на природе. Ваша жизнь станет ярче. У ней появится намного больше эмоций, положительных эмоций. Значит, первое преимущество, то, что это бесплатно. Бесплатно. Вначале и потом очень низкая цена. Второе преимущество аудиокатрисиса в том, что вы контролируете процесс. Только вы. Вы не зависите от врачей, от специалистов или не специалистов. Вы полностью сами решаете, когда и что делать. И насколько здоровым вам быть. Хотите просто, ну, я не хочу выходить на улицу, остаться на этом уровне. Или хотите, вау, да на улице прекрасно. Это только ваш выбор. Третье преимущество. Я уже сказал, это очень быстро. Какая психотерапия, какой доктор вам пообещает, что за 2-3 дня вы избавитесь от своего страха. Такого не бывает. Бывает в аудиокатрисисе. И еще одно преимущество в том, что если вы получили инсайд, то этот страх, вы с ним расстались навсегда. То есть за 2 дня вы полностью избавились от своего страха. Навсегда. И ваша жизнь теперь уже никогда не станет такой, как она была. Вы сами уберете свои барьеры. Вам это хочется сделать? Сделайте прямо сейчас. Зайдите на сайт. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как еще, от каких страхов можно избавляться. Страхи в нашей жизни не нужны. Комментируйте, рассказывайте о том, как вы избавлялись. Как вам удалось с помощью аудиокатрисиса или какого-то другого метода. Хотите поспорить? Хорошо. Я всегда открыт для диалога. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пусть они тоже узнают, что страхи в жизни нашей не нужны. Наша жизнь нужна для того, чтобы быть счастливыми. Так давайте будем счастливыми. Давайте будем здоровыми. Будьте счастливы и здоровы.